Вот вы сказали, просто я уже пойду к другому вопросу, но вот очень коротко все-таки по поводу здоровья Путина. Вы основываетесь на каких-то все-таки секретных данных. Мы знаем, что он ему под семью печатями держит, как бы в секрете, держит состояние здоровья Путина. И даже его калы, как бы, да, сохраняют, складывают специальный такой контейнер, когда он выезжает, ну, по крайней мере, раньше выезжал за пределы Российской Федерации. Или вы основываетесь на вот просто визуальных своих наблюдениях? Питер, ну, во-первых, это не является тайной за семью печатями по простой причине. В это дело вовлечены десятки людей, десятки людей. В его медицинское обслуживание, обслуживание его как драгоценного организма. У этих десятков людей есть друзья и знакомые. Ситуация зашла слишком далеко. Есть российская элита, вот верхний эшелот, который прекрасно знает. Он просто прекрасно знает, каково состояние здоровья. Естественно, эта информация не может не просачиваться. Естественно, они видят двойников. Вот, допустим, Патрушев и еще несколько человек не участвуют в тех совещаниях, в тех публичных мероприятиях, где под видом президента выступает двойник. Они этого чураются просто. Ну, знаменитые поездки в Мариуполь, в Крым, ну, это же не Путин был. Ну, послушайте, ну, это же настолько очевидно. Не может один и тот же человек исповедовать одновременно два совершенно разных стиля поведения. То он находится на колоссальном расстоянии от кого-то, да, а то он вдруг там чуть ли не бросается обниматься, ну, по крайней мере, активно пожимает руки. Почти в американской манере. Это shake hands. По плечу, правда, не похлопывал. Чего не было, того не было. Поэтому более чем достаточно доказательств. Вопрос только в физиологическом горизонте. Не более чем. Он и так был отодвинут благодаря чрезвычайным усилиям врачей. Чрезвычайным. Причем его лечила международная бригада. И главенствующую роль в этой бригаде играли отнюдь не русские врачи. Ну, не граждане Российской Федерации. Играли врачи из одной из стран, с наиболее передовой медициной, которая не является враждебной Российской Федерацией. Они вот наблюдали Путина, оперировали его. И наблюдают его до сих пор, насколько мне известно. Ну, в общем, как в веревочке не виться, есть болезни, которые нельзя остановить. Можно приостановить. Но нельзя остановить фатальный ход с помощью даже самых больших денег. Даже гигантских, даже колоссальных денег. Просто не удается. И как раз вот это одна из ставок сейчас элиты. Она бы хотела, чтобы все прошло на самом деле относительно легитимно. Это очень важно для нее. Она хочет более или менее плавного перехода власти в свои руки. Я имею в виду ту элиту, которая сейчас обладает наибольшим потенциалом. Ну, а, скажем, неблагоприятная военная динамика, ну, это обоснование в глазах общества. Ну, посмотрите, мы, там, патриоты, подставили плечо больному президенту. Вот он, видите, он сам объявил о том, что он уходит в отставку. Это очень похоже могло бы быть на ГКЧП, за одним исключением. Они хотят, чтобы Путин это все сделал сам, понимаете. Горбачев же тогда от всего отказался. Он же не объявил о том, что он уходит в отставку. Ну, помните, что он болен. Все было ровно наоборот. Эти люди обучены тем опытом. Более того, для них август 91-го года – это самое страшное воспоминание в их жизни. Самое страшное. И многое из того, что они делают, и делали, и делают в Российской Федерации, продиктовано тем страхом, который они тогда испытали. Но я не буду раскрывать. Я думаю, что зрители понимают, что имеется в виду. Ну, соответственно, исходя из этой логики, то, что делает Путин, и вообще сам факт объявления полномасштабного СВО против Украины тоже, наверное, диктуется состоянием его здоровья и страхом смерти. Во многом, да. Это трудно назвать рациональным решением по любым меркам. Ну, кстати, вы помните, что много было рассуждений накануне начала конфронтации, что, мол, он этого не сделает, потому что это нерационально. Вот как раз люди, которые его хорошо знают, они говорят, вы не понимаете, что у него другой стиль мышления. Это как говорят о шизофрениках. У шизофреников железная логика. Просто точка отправления, она дурацкая. Она совершенно непонятна обычным людям. Обычные люди считают, что ну не может быть таких аксиом, на которых строится логика шизофреников. А у Путина она строится. Поверьте, это железная логика. И с Украины он решил давно еще. С 2014 года. Там просто несколько раз, а, неудачно складывались обстоятельства, в частности, малазийский Боинг сдержал тогда. И, б, были люди, которые отговаривали его от участия в этом. Которые отговаривали, сдерживали фронтальное наступление российских вооруженных сил в тот момент в Украину. Это было в 2014 году, в 2015, когда судьба Украины, честно говоря, висела на волосу. Причем очень на волоске, в отличие от того, что мы сейчас наблюдаем. Потому что состояние вооруженных сил Украины и отношения Запада, оно было, ну, мягко говоря, иным, чем сейчас. Знаете, самое интересное, что среди этих людей, которые были против, был генерал Герасимов. И не исходя из военных соображений, исходя из военно-политических, он говорил, что взять-то мы можем, контролировать никогда не сможем. Нам нужна оккупационная армия в несколько миллионов человек. Ну, и те люди, которые были против, они, исходя из тех или иных соображений, не хочу сказать, что гуманитарных, гуманных, да, или либеральных, нет. Они исходили точно так же, как накануне 24 февраля, допустим, Патрушев тоже был не в восторге от этого решения. Он полагал, что еще возможности мирных переговоров не исчерпаны. По какой причине? Она очень проста. И Патрушев, и Путин получают на одинаковую информацию. Но Путин брал в учет только то, что соответствовало, я бы сказал, его воспаленному сознанию. Патрушев, человек, который старше президента, ну, он в лучшей физической и ментальной форме. И он, наверное, подумал о том, что есть другой вариант, и подумал о том, что, может быть, потребуется стратегия выхода. То есть то, о чем любой, в принципе, стратег, любой политик должен всегда думать, но российский президент тогда об этом не подумал. Поэтому, да, его мышление, оно очень своеобразно. Это я мягко еще характеризую. Очень своеобразно. Там очень силен такой, знаете, мистический элемент. Для него Украина, ну вот, я могу просто... Как сказал мне один человек, который с ним долго беседовал об этом. И он, вот после этого разговора, он мне сказал, а не на ты с Путиным. Сейчас это человек в полной безопасности, поэтому я не буду называть его фамилию. И он сыграл просто большую роль в судьбе Путина. Он сказал, ты понимаешь, он пока жив, от Украины не отцепится. Он просто не отцепится от нее. Ну, хотите, назовите это обсессией, да, там, манией. Все равно. Но здесь явно что-то патологическое. Да, и, наверное, когда-нибудь психиатры будущего, они, поговорив с его окружением, составят и диагноз, и предложат свою перспективу объяснительную. Но для нас, особенно для, ну, конечно, в первую очередь для украинцев, это ужасная реальность. И вот российская политика, российская система оказалась выстроена таким образом, что один человек с таким, я бы сказал, воспаленным сознанием смог переломить фактически всю систему и заставить ее действовать. И она продолжает действовать. Хотя понимает, значительной частью, что все это конец, это движение в никуда, и это уже тупик. Питер? Да, ну вы сказали по поводу 14, единственное, я бы внес, если не корректива, просто сослался бы на недавнее заявление бывшего американского президента Билла Клинтона. Вы, наверное, Валерий Дмитриевич, слышали это. Он говорит, что вообще в 2011, если не ошибаюсь, когда он говорил с Путиным, тот уже дал понять о своих намерениях. И Клинтон сказал, что он уже тогда знал, когда Путин ему сказал, что бумажка, на которой написано Будапештский меморандум, вы сами знаете, что с ней можно сделать, по сути, то, что он сказал Клинтон. И вот Клинтон говорит, что тогда я уже понял, к чему все это ведет. Субтитры создавал DimaTorzok